Сегодня у нас наступает наставший сотрудник Наталья Стоплева, которая представит результаты по проекту коллективно-профессионной Алмакаевой и Териной Варстановой, которые называются «Лиджиотиди» и «Онасибирсиот» «What homosexuality could the ring be explained by fundamentalism?» Формат следующее время на выступление минут 35-40, потом у нас выступает тенденция Таня Широканова, и потом у нас время до общей дискуссии, ну и примерно в полвосьмого уже и закончится. Наташа, «The Flora Diorz». Переключите, пожалуйста, на контент. Сегодня по-русски можно. Здравствуйте, это второй доклад по нашему проекту. И отношение к гомосексуализму, может ли эта связь быть объяснена фундаментализмом? Сейчас я более подробно расскажу. Первый доклад был примерно год назад. Мы несколько продвинулись в нашем проекту так сильно, как, может быть, нам хотелось бы. Мариану на Ильинку, наверное, оттянуло. А там лекция как раз «Жестокили мусульмане». Тоже компарсивная политика. Я переключусь. Да-да-да, давайте продолжим. Сегодня есть все большая и большая разница между разными сферами жизни, сфер досуга, сфер семьи, сфер религии. И в этой связи во многих обществах значение религии уменьшается. И показано, что религия все меньше и меньше оказывает влияние на ценности установки. Однако, во-первых, сами общества различаются, и во-вторых, все равно религия присутствует, и тем не менее явление религии сохраняется. И очень важно, что в разных некоторых странах, особенно наиболее модернизированных странах, религия становится все более индивидуальным феноменом. То есть есть некая не общая концепция, не общая религиозность. А многие люди сами задумываются о смысле жизни, и вот эти ценности установки могут оказывать влияние на ценности установки. Кроме того, известно, что религия и культура очень-очень тесно и очень тесно связаны. То есть даже если индивид не является религиозным сейчас, все равно он является носителем определенной культуры. И эта культура также может через религию оказывать влияние. И религия все еще оказывает влияние на ценности установки, включая на установки в отношении гомосексуальности. Что касается установок в отношении гомосексуальности, то есть достаточно, это один из важнейших компонентов эмансипативных ценностей. И это является, как показано было на Игорь Харкин и Ельци, у вас совершенно много исследований. И это, что еще очень важно, что этот компонент является одним из, как бы, наиболее... То есть это один из компонентов, который чаще всего не одобряется обществом. То есть даже в обществах, например, даже в обществах, где достаточно высокая толерантность по отношению к различным стандартам нового поведения, к разводам, к аборту, толерантность по отношению к гомосексуалам намного ниже. Что касается российского общества, то есть тоже было показано, что в России это еще более ярко выражено, то есть именно толерантность по отношению к гомосексуалам намного ниже, чем другие формы, другие виды толерантности. Это касается людей, даже которых достаточно высокий уровень эмансипативных ценностей в целом. И в этой связи было показано, что гомосексуалы испытывают больше проблемы со здоровьем, как с физическим, так и с психическим здоровьем, по сравнению с гетеросексуалами. Также были теоретические исследования, которые рассматривали, почему это поведение является нестандартным. То есть, во-первых, рассматриваются как культурная стигма, индивидуальная патология и проблема на уровне общества. То есть просто рассматриваются гомосексуалы как одна из групп меньшинств. В современных, чаще всего в европейских обществах это уже не так, то есть все больше развивается толерантность, но по большей части все равно уровень толерантности, даже в самых толерантных странах намного ниже. Значит, целью исследования является объявление взаимосвязи между религиозностью и фундаментализм, и его влияние на установки по отношению к гемосексуальности в разных странах мира. Что нового в этом исследовании? Во-первых, мы включаем исследование одновременно и фундаментализм, и религиозность. Во-вторых, мы рассматриваем разные аспекты религиозности. И в-третьих, рассматриваются как бы многоуровни между странами, и делаются сравнения между странами. Такие исследования частично каждые, многие из этих вещей были сделаны, но все вместе такого исследования еще не было. Что касается предыдущих исследований, в большинстве исследований было показано, что религиозность скорее негативно влияет на остановки по отношению к гемосексуализму, и что как на индивидуальном уровне, так и на уровне страны. Что уровень религиозности оказывает большее влияние, чем принадлежность к конкретной номинации. Однако были и другие исследования, которые показали, что влияние религиозности, например, долгосрочной, перспективнее посещение религиозных служб, не оказывало значимого влияния на установки по отношению к гемосексуализму. Помимо этого исследования были еще некоторые, я о них скажу позже. То есть получается, что хотя большинство, особенно в тех случаях, когда появились разные формы толерантности, либо религия мирилась одномерно, влияние, как правило, было показано, что есть отрицательное влияние. Однако в некоторых случаях это влияние не так назначено. Из-за этого возникает, почему так происходит, это отчасти происходит из того, как была именно измерена религиозность. Есть несколько подходов, но достаточно много подходов к измерению религиозности. Например, выделяется, дневный антроглоп выделяет пять аспектов религиозности. Первый — это экспериментальный, который здесь прежде всего, и лечь идет о переживании религиозного опыта и о чувственном устроении религии. Идеологический включает в себя в основном ожидание от человека, чтобы он будет разделять религиозные веры. То есть это разделение религиозных верований. Литуалистический — это соблюдение религиозных практик, интеллектуальный аспект. Это знание религиозных источников и знание различных аспектов веры. И последний аспект, который речь идет о последствиях, о влиянии религии на разные сферы, которые выходят за пределы религиозного мира. От последнего аспекта и сами авторы в более поздних работах отказались, потому что здесь речь идет скорее не о самой религиозности, а о влиянии самой религиозности на поведение. Также есть различия между диспозиционной религиозностью и функциональной религиозностью, которые вы удивили. То есть в первом случае речь идет о религиозности в целом, если это приравнено к вопросам, к примеру, из наших проскультурных исследований, насколько важен Богу о шире жизни. И функциональная религиозность – это как человек переживает религиозность, какой степени является религиозность. Это и посещение религиозных, и соблюдение религиозных обрядов, посещение церкви, и вера в Бога, и вера в Бога. Также, к сожалению, не успели детально прочитать книгу Пипа Норрис и Инга Харта, которые тоже нужно будет обязательно включить в дальнейшую работу. Также по поводу исследований религиозности стоит упомянуть исследование Кирилла Жиркова, которое он представлял года два назад в рамках лаборатории, где он рассматривал на большей степени с методологической точки зрения измерения религиозности в разных группах стран для лаборатории Сюрии. Дальше. В чем, исходя из этих концепций, тоже можно сделать вывод, что есть понятие, как мне лучше на русский переведено, как религиозная неконсистентность, которая заключается в том, что одни аспекты религиозности не всегда соответствуют другим. И они включают в себя, во-первых, что, то есть, встречаясь с людьми, что религиозные идеи формируют собой какую-то целостную систему ценностей верований, повторяю, что религиозные практики непосредственно преследуют из-за ценностей, из-за религиозных ценностей верований, и, в-третьих, что религиозные... что люди... все ценности верований, которые люди выражают, всегда, как бы, проявляются одинаково во всех внешних ситуациях. Было показано, что это далеко не всегда так, поэтому при исследованиях религиозности, особенно когда это является одним из основных аспектов, следует рассматривать иногда по отдельности разных факторов религиозности. Кроме того, если вы водите на уровень показывать, как были исследования по отдельным видам религиозности, например, давно было исследование Олборта и Роса, что есть два. Внешняя и внутренняя мотивация, уже известное разделение на биологию, как вот, посещение церкви и веры в Бога, что, прежде всего, предрассудками нет именно тех людей, которые руководствуются внешним аспектом религии и внешней мотивацией. И даже вышла статья Елена Фродскова на основе проекта, который прекрасно в лаборатории представляла. Она указала на основе базы данной филиготерапии и в СОСЕР, что разделение на биологию над биологию над биологию, что на толерантность по отношению к нестандартному поведению прежде всего влияют те, кто одновременно и верит, и посещает обряды. Также примерно то же самое уже показывала Анной Кульковой тоже в одной из последних статей в 2015 году. Вот я их не успела включить. Значит, какие основные гипотезы? Первая гипотеза заключается в том, что степень фундаментализма будет усиливать эффект религиозности как в случае веры в Бога, так и в случае посещения религиозных служб. Так как было показано, что религиозный фундаментализм ведет к более низкой талеральности разных типов поведения, в том числе к представителям, в том числе к эмигрантам, то, скорее всего, это можно будет распространить и на религиозность. И, скорее всего, фундаментализм, даже если в случае, когда, например, индивиды, которых являются религиозными только по одному из аспектов, это не будет вести к негативным установкам по отношению гомосексуалов. Если они одновременно являются и фундаменталистами, это будет вести к негативным установкам. Вторая гипотеза касается, ее надо несколько расширить, касается того, что, прежде всего, толерантность будет ниже у тех индивидов, которые являются и одновременно, и верят, и посещают религиозные обряды. И при этом фундаментализм будет усиливаться при исследовании, будет усиливать эффект для тех групп, которые являются только по одному из аспектов религиозных. В данном случае мы сейчас в процессе более детальной разработки этой классификации, которые, скорее всего, мы собираемся расширить классификацию Белонген-Нот-Беливин и Беливин-Нот-Белонген, чтобы учесть большее число аспектов религиозности, благобаза данных экспорт будет. И также есть, у нас еще на уровне страны было показано, что, во-первых, установки, влияние религиозности по отношению к бонусу социализма зависит от ЕВП страны, зависит от распространения эмансипативных ценностей, и также зависит от поддержки традиций и развития традиционных ценностей. Кроме того, было показано, что в посткоммунистических странах толерантность по отношению к бонусу социализм ниже, и, кроме того, на это меньше влияет религиозность, что, отчасти, может быть, связано с тем, что в этих странах, хотя и высокий уровень религиозности, он как бы существовал не всегда, потому что в группе коммунистическое прошлое религиозность была на более низком уровне, и в этой связи, то есть, религиозность меньше воспринимается, может быть, как культура. Здесь у нас гипотеза основная состоит, то есть, здесь две основные гипотезы. Во-первых, что в странах, где выше уровень индекс религиозного разнообразия будет меньше развит фундаментализм, и будет более положительное, более трилерантное отношение к бонусу социалам, потому что просто это в меньшей степени будет являться, реже будет являться именно религиозной культурой. И во-вторых, что сама преобладающая, доминирующая религия может оказывать значение. Значит, база данных — это шестая волна религиозная серия. Некоторые страны мы уже исключили, потому что есть подозрения в качестве данных в этих странах. Это Бакхрейн, Египет, Дейкюрит, можно операцию исключить. Еще какие-то страны. Значит, основные переменные. Первое — это толерантность по отношению к бонусу социализму. Тут есть два варианта измерения. Либо измерять как гнейную переменную от 1 до 10, либо рассматривать как гнейную переменную, либо как ноль этот металл... То есть, либо те, кто никогда и никогда не оправдывают, и все остальные. Почему имеет смысл это? Когда мы переменную рассматриваем, я потом покажу, что эта перемена не является смысле линейницы. Значит, индикаторы фундаментализма мы пока, скорее всего, оставим только, что единственная правильная религия — это моя религия. Но есть еще другой вопрос, что если в конфликте наука и религия, то всегда оказываются права религии. Но здесь это как бы... То есть, отражает еще какое-то отношение к науке, и поэтому мы склоняемся все-таки оставить одну категорию. Значит, такая категория религиозности, которая пока на этом этапе исследования в земле, это важность Бога и посещение церкви. Перекодировки были сделаны в основном для составления групп пролюбиозности. Значит, вот какие группы пролюбиозности мы выделили. Первая — это Ириевна Белонген, это высокая посещаемость церкви и сильная вера в Бога. Вторая — это Ириевна Белонген, это тоже высокая вера в Бога. Ириевна Белонген — это те, кто и не посещает церкви, и низкая вера в Бога. Третья категория — это высокая посещаемость церкви и низкая вера в Бога, то есть посещение чаще раза в месяц. На самом деле, мы... Эта категория получилась достаточно маленькой, мы думаем дальше, как с ней работать, может, немножко стоит присмотреть классификацию. Ну, Ириевна Белонген — это те, кто и не посещает, и не верит в Бога. И последняя, самая проблематичная категория — это модуль религиозки, потому что она получилась очень многочисленной. То есть это либо средняя посещаемость церкви, либо средняя вера в Бога. Так как либо мы, скорее всего, в таком виде от классификации, то есть это больше как предварительные результаты, но в любом случае с этой группой нужно как-то сделать, либо ее раскидать, немножко расширить категории, либо разделить ее на несколько, потому что пока она получается, что очень много кого собирается. Это контрольные переменные, которые мы на этом этапе использовали. Мы использовали индикатор ценностей, это универсализм, и разум, потому что он очень тесно связан с эминсипативными ценностями. Значит, первое — это распределение религиозности. То есть вот о том, о чем я говорила, что распределение является не совсем линейным, что намного больше тех, кто либо имеет положительные установки, либо отрицательные установки. Те, кто идет к средней установке, намного, доля меньше. И вот на следующем, на этом слайде можно посмотреть распределение по странам, те, кто никогда не оправдывает хомосексуальность. То есть, естественно, прежде всего это Тунис, Армения, Заребайджан, и в европейских странах такая доля очень небольшая. Что здесь важно, то есть проблем, которые тоже перед нами устанут, то стоит ли исключить некоторые страны, там, где очень низкая вариация, например, больше 90% никогда не оправдывает, не формирует ни дни тендеранты установки. Следующее распределение — это то, что если в конфликте между религией и наукой, всегда права религия. Здесь доля тех, кто либо скорее согласен, либо полностью согласен. Ну вот интересно, что очень низкие доли в Китае получились. И по поводу высоких долей это достаточно все предсказуемо. Это другой индикатор, здесь другой индикатор фундаментализма, что единственная правильная религия — это мое религия. Здесь тоже, вот здесь Япония немножко, ну это ниже оказалось. То есть, то тоже были те, кто полностью согласен, или скорее согласен. То есть, по измерению было по четыре полюшка. Следующее — это связь между переменами, что здесь по оси Y показана доля людей, которые ответили на вопрос о моносексуализме на двойке до десятке, то есть те, кто нормально относится к моносексуализму. И по нижней шкале это что связь, что если религия, она ума была бы в конфликте, что религия всегда права. То есть, здесь, в принципе, видна как бы сточная индикатория зависимости. Вопрос, что единственная правильная религия — это моя религия, тут в индикаторе меньше выражено. Некоторые вот африканские страны, как бы они одновременно там мало, то есть там скорее не оправдывают хомосексуализм, и одновременно, наверное, как бы, низкая доля согласившихся, что единственное правильное на людей — это моя религия. То есть, скорее всего, они просто не очень появились. Вот если брать по посещению церкви, которое мы измеряли в данном случае как среднее, то есть такой примерный микс, чем выше больше посещение церкви, тем выше это показатель. Здесь связи практически, можно сказать, уже... То есть, ее практически нет. То есть, в Белонге намного меньше связано. Ну, и с важностью Бога достаточно высокая связь. Важность Бога измерена по десяти байбешками. Но она прежде всего высокая в группе развитых стран. И наша приблизительно пока первая модель. То есть, что получилось? Одна модель не отличается друг от друга, что в одной модели включены ценности с универсализм, а в другой не включена ценность с универсализм. Что действительно, что те, кто одновременно и верят в Бога, и принадлежат к церкви, у них достаточно весь негативное влияние на толерантность. А те, кто принадлежат церкви, но не верят, у них даже более позитивное влияние получается, чем у тех, кто не принадлежат церкви. Возможно, во многом это связано только в каких именно государствах они поражутся, потому что принадлежат церкви более развитых странах и, в принципе, более позитивной установке. Значит, что касается, естественно, фундаментализма, не отрицательный эффект. И фундаментализм усиливает эффект в группе тех, кто верят и принадлежат церкви, и тех, кто верят, но не принадлежат церкви. И в категории те, кто принадлежат церкви, но не верят, пока этот эффект незначимый, но, возможно, это просто связано с тем, что группа достаточно, например, группа достаточно маленькая, и надо будет это пересматривать. А те, кто модерн, и, конечно, даже не стоит говорить, потому что она пока достаточно нечетко не выделена. Ну, это, примерно, приблизительные результаты, которые я сейчас сказала. Что мы хотим дальше сделать? Дальше мы хотим более подробно разработать классификацию ревизорности и, может быть, интегрировать в классификацию фундаментализм. То есть, как-то сделать, что это не религиозные фундаменталисты или религиозные нефундаменталисты. И, возможно, интегрировать в какие-нибудь еще вопросы. Например, что, прежде всего, для вас вера, это посещение обрядов или именно вера Бога? Ну, еще на некоторые вопросы посмотреть. И второй наш вопрос, как все-таки принять внимание на индивидуальную религиозность, которая все усиливается в наиболее модернизированных странах. Ну, и все. Спасибо. Спасибо, Наташа. И теперь я преддаю слово нашему госпитанту Панель Севаканови. Спасибо за доклад. Мне эти темы очень интересны, поэтому... Очень хорошо, что я даже могу видеть. Я свою миссию вижу в том, чтобы помочь сделать эту работу еще интереснее. И из этого исхожу. Сразу о том, что меня тревожит. Самое большое. Первое, начиная, собственно, с начала, это почему стоит исследовать. То, чтобы Татьяна сразу сказала, motivation, where is your motivation? Потому что Наташа упомянула, что большинство исследований показывают негативную связь сильно религиозности и отношения к гомосексуальности. Но я, например, противоположных эффектов, доказанных, или хотя бы нейтральных, в принципе, я не очень искала, но и не находила. Я бы не сказала, что есть какое-то основание противоположную связь подозревать. Если бы было хоть какое-то, верно, сомнение, было бы проще воспринимать аргумент. Зачем мы это, в принципе, можно, какое-то, не знаю, доказательство более-менее надежное. И вот, раз уж мы вернулись к мотивации, я понимаю, что это мелочь, но США, к примеру, я бы приводила с осторожностью, потому что мы все знаем, что для очень развитой страны это особая страна, где религиозность играет большую роль. Поэтому я бы нашла еще каких-то исследований. Потом второе, что меня волнует действительно, это то, как вы операционализируете, как вы понимаете ментализм. Потому что он в какой-то момент входит на сцену и там начинает играть главную роль, но мы про него ничего не знаем. Никакой теории мы не видели, какой-то, не знаю, деконструкции его операционализации не видно. И если бы я, например, давала определение фундаментализма, я бы сказала, что это какой-то способ, особый способ практики религии, который уже предполагает нетолерантность. И тогда возникает вопрос, получается, мы меряем два вида нетолерантности, как они связаны друг с другом. И если вы берете посещение религиозных служб как предиктор, тогда вопрос встает знаменитый, можем ли мы поведением предсказывать какие-то аттитуды. Можем ли мы через посещение службы предсказывать на самом деле отношения мемосексуальности. И еще маленький момент по гипотезе номер три. Там вводится религиозная дифференциация, если я помню, да? То есть чем более разнообразен рынок религиозный, тем, значит, будет меньше фундаментализм. Но здесь мне тоже кажется, это нужно обосновать, потому что если мы говорим о каких-то религиозных противостояниях, может быть, три-четыре церкви, они если борются, как, например, там в Южной Африке, то это может быть и сильная религиозность. Я бы не сказала, что здесь есть прямая связь. Вот. Чтобы эфир не забивать, буквально несколько пожеланий. Если вы так интенсивно используете классификацию «Believing Belonging», мне кажется, имеет смысл апеллировать к «Great Daily», которая ее, в принципе, и поставила на пьедесталы, и начала впервые развивать эти термины и так далее. Потом была еще на апректе конференции позапрошлой Питер Шмидт, собственно, с авторами, нам тоже хорошо известными, докладывал их статью о связи ценностей с отношением к гомосексуальности. Я пришлю. Там интересно очень, тем более, что вы тоже берете универсализм. По поводу размеров групп, несколько раз Наташа упомянула, что какие-то из этих групп пока что небольшие, верующие, не посещающие, посещающие, не верующие. Но поскольку мы не видели, собственно, сколько они составляют, я пока что, на самом деле, порекомендовала, почему бы не обратиться к Лене Пруцковой. Я думаю, что она все еще очень находится в этом поле. Может быть, она что-то подскажет. И еще последний буквальный момент. Совсем не было ничего сказано по поводу того, как коррелируют ваши два показателя фундаментализма, поскольку все-таки один из них измеряет какие-то ценности, нормы, а второе поведение, это хотелось бы знать. Ну, теоретически, я бы сказала, суммирую. Интересно, но меня беспокоит, как вы можете все-таки фундаментализмом, то есть одним видом нетолерантности, предсказывает другой вид нетолерантности. Имеет ли это смысл? Я надеюсь, что да. Но хотелось бы узнать, что Наташа думает. Спасибо. Давайте я сразу, коротко, достаточно отвечу. Спасибо за комментарий. Буду очень рада, если ты пришлешь статью потом. По поводу мотивации, наша идея в том, чтобы как-то некорпорировать, то есть соединить именно религиозность и фундаментализм, то есть внедрить фундаментализм в эту классификацию. По поводу... Потому что пока это было больше сделано как-то по отдельности. Фундаментализм был методом в одной исследовании, и религиозность был методом в другой. И идея была создать флосификацию. Сейчас мы в порядке, чтобы это делать. Поэтому это причина, что я не подняла так много внимания, потому что это прелинеральные результаты. По поводу того, как один форма интолеренции может предоставить другую форму интолеренции, это мы должны подумать, как это просто, потому что это очень важный момент. Эти два показания коррелируются между другими другими. Я не помню, я не помню, но мы проверили, но мы проверили. Так что здесь нет проблем. И это было сделано, поскольку религиозность была сделана в предыдущем исследовании. В религиозность индекса, я думаю, что вы очень верны, что есть две разные тенденции. На одной из, если бы много разных религиозных в социальных сетях, Это может вызвать меньше фундаментализм, но если есть две, например, концепции, которые как-то против друг друга, то это может быть даже сильнее фундаментализм. И может быть, мы также можем использовать это в исследованиях. Это почему мы также не можем видеть это, но мы не видим, как это статус. Как это может быть, как это может быть. Так у меня всё. Начинаем. А вот ты и Александр говоришь? Да. Да? Да, 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 да. Мы имеем Александр Моренн. О, окей, хорошо. Да, 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 да. Это для меня. Я не могу быть уверен в интерпретации вашего статуса из Санкт-Петербурга. Первый, какой-то разноценность о трансляции. Я извини, что наш первый раз был в русском. И экспериментально не экспериментально, и даже не опытно, но чувственно, в этом контексте. Of course, not experimentally, you may choose between опытный и чувствственный. Чувственный is better. Yes. Then, it's very interesting the position of Arminian in your indices. You see that Arminian is very close to the left side, to maximal intolerance. And what we know about its Soviet history. Arminia was stigmatized in Soviet folklore, in Soviet national jokes. There was a kind of social stigmatization in the Soviet Union. Anекдоты, национальные анекдоты, national jokes. And Arminians were homosexual in every joke. So, specific characteristics of Arminians, as a whole, was they are homosexual. Maybe I know that your investigation doesn't include the real level of homosexuality in a society. You suppose that this level is equal, all of the world. This position is not precise, but it is approximately true. But, independently of the real level, the perception and self-perception of homosexuality and its connection with nationality, like the Arminian case, may be important, because I don't believe that Arminians are very fundamental, in any case. But they may, due to the Soviet past, be very perceptive, and never recognize neither its own homosexuality, nor the tolerance in their country. No, we are not tolerant, and the Soviet Union, light. Thank you very much. I have lots of questions. Maybe, I think it's a very interesting project, and also would be very nice to listen to the publication. Actually, to see your publication, I've got just like, maybe some minor ideas. Well, one thing is that, when you compare different means, I mean, just like, for example, different indicators between a level of religiosity, right? I mean, you might also think for any clusters that you have, I mean, just as for groups of countries, their predictability, I mean, whether it's interpretable or not, and maybe, what would be very interesting, I don't know whether there was any research of that kind, but I really have some problems with fundamentalism, and, I mean, for example, you might, I mean, based on maybe some experts, maybe there's some research, or just consulting some experts, but just, like, if you could, just based on that rank countries, and then compare, I mean, with the measurements that you use, maybe, I mean, to what extent the data is accurate, it might, maybe, help, and then help also interpret it. And, and, I would really love that in your, I mean, maybe, I think you have that in the paper, that you might add on fundamentalism, just generally theories. I mean, just according to the graphs, it's just pretty obvious, like, yeah, these are muscle concepts that are much more fundamentalist, but also, these are pretty different, I mean, sweet sheets, and so on. Yes, so, that's what I wanted to say, thank you. Yeah, yeah, Yvonne wants to ask a question. Yeah, thanks for the presentation, I just have minor comments, personal methodology. Literature review on itself is boring. You need to say why you expect such a relationship to happen. Why is religion bad for homosexuals? And you have very diverse set of religions in your sample, that have very different attitudes towards homosexuality and explanations of why this is bad. And you can give, actually, examples of citations in their religious texts. Why people think that this is bad, and what are the bad consequences for homosexuality in society itself? For example, the previous Pope that was convinced of corruption in Vatican, he said that homosexuality is bad because people cannot reproduce themselves by having sex with each other. And this, therefore, God is against homosexuals. But God never said that in the Bible. He says, people love each other. So, you can find citations of different religions and include that in your text to show why you expect such a causal relationship. Because just showing this literature review, they find negative, they find neutral relationship, this doesn't tell me anything. Second, in societies that are more culturally diverse, you may expect that they have more diverse religions. And religions will compete with each other. And when they compete more with each other, the different churches, they will be more tolerant towards homosexuality. Because they will seek more believers to go and donate to them. Because the church is also a financial institution that is dependent on donations. So, when you have more churches competing with each other, they will be seeking for more donors. And therefore, they will be introducing more mitigated policies against the homosexuals to have more people donating to them. And you do not have in your study an index that measures this market diversification of religion in the country. And multiculturalism, which is important for predictor to myself. And also, different countries in their history legitimize homosexuality different time periods. Right? In France, it was illegitimate. In Germany, it was illegitimate during the Hitler regime. In post-Sovietism, it was a crime. Why it was legitimized? How would that happen in different countries? What was the reason for this to happen? The historical reason? Probably can include some dummy variable for that. Find certain ear for that. And I have no idea about the history of homosexuality. But there are professors who actually studied that in London. What other professors might supervise gay studies in London. I probably wish to go and ask Richard Moe. He wrote several books on that. Richard Moe. And he also wrote about gays in Russia. Richard Moe. Okay. I think I'm done. I want to support you. And the case of India may be explained through its Buddhism and Hinduism as very neutral positions. Very neutral positions to every kind of physical love. I'm sorry for missing presentation. I just had the opportunity to look at it right now, Natalia. Two things that call my attention. One is that you have to say the variables that are very interesting. On one side, religiosity, just as it is. The importance of God and church attendance. And on the other, what you're really trying to look at, which is fundamentalism. Religion. The only religion is mine. And that's what I believe. And this is right over all things. It seems that religiosity per se, even though you find very linear relationship between fundamentalism and the non-justification of homosexuality. That's very interesting. I also find that there is a non-linear relationship, at least in your graphs, between importance of God and justification of homosexuality. Aside from two cases that are very interesting, China, which is low importance of God and low acceptance of homosexuality, which is just one case in itself. And Russia, which is a larger importance, you know, much bigger importance of God, but still low justification of homosexuality. The other cases that I find interesting and that make these, putting those two cases aside, look more like a curvilinear relationship. Because you have a set of countries where the importance of God is high and justification of homosexuality is also high. And these are mostly Latin American cases, Chile, Brazil, Mexico. So what's going on there, again, in Latin America, where you have a high level of religiosity, but also a high level of tolerance towards this. And it would be interesting to see those cases as your main independent variable about fundamentalism, because it doesn't seem to link anything there. Or if it does, it's not clear, or if it does, it's not clear, but it's not linear, it's just like it curves. And it would be interesting to look at what's going on in Latin America. In these cases, as I, you know, this was one of my topics during the previous days, you're looking at local congresses and parliaments approving laws that allow more freedoms and rights to homosexuals. Even though we know that Latin Americans are very fundamentalist in many things, very traditional. So something is going on there that might be challenging for you, for your work. Thank you so much. Thank you. Thank you. I also would like to give some comments, if possible. I'd like to support some of those comments that were focused on the motivation part. Because, well, your, I think that your puzzle should be extended and it should be presented in more really puzzled way. Because, well, as I see your main argument that fundamentalism might be positively associated with low levels of tolerance towards homosexuality, but basically in this way sounds quite trivial. So, yes, fundamentalists are not tolerant to many things. Well, and I think you, you, all of you have to extend your theoretical parts just to show what's, what is intriguing here, what is the real puzzle. Otherwise, well, okay, so, of course we may agree and that's all. Next thing that when we look at your, uh, 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 scared plot, plot, uh, we see that, uh, both communist countries, uh, cluster together. And, uh, in some cases, uh, it's clear that the, uh, decreased significance of those correlations between different, uh, uh, axis, like, uh, homosexuality, uh, gender, gender, gender. And, uh, justified and, uh, religion is right. Because, so, just simply due to their, uh, history of state-sponsored atheism. And, uh, I think it would be, uh, correct in some of your specifications to control for that. Uh, because, well, they might be less religious just because, uh, the hate decade of state-sponsored, uh, atheism, uh, campaign. Well, uh, then, uh, maybe it would be useful also to control for any potential omitted variable that can explain both, uh, low levels of tolerance towards homosexuality and high levels of fundamentalism. Uh, like, uh, anything that stands behind, uh, 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 harsh, uh, existential, uh, conditions like low levels of existential security, uh, may explain this both. Well, and, of course, I will, I am completely agree with the last command that you can also control for institutions and legislations. Because maybe in those, so, so we may expect that in those countries that, uh, have, uh, prohibited, uh, homosexuality on, uh, legal level, on the legal level, so they, people knowing that it is legally prohibited, they express, uh, higher levels, uh, of intolerance towards homosexuality. Not because, uh, not because, uh, they do believe that it's bad, but, well, that's illegal, they know that. Well, so, uh, I think that, 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 that might be a, uh, very powerful control. So, we know that, uh, Nick and Boris in our lab, uh, they also had, uh, have, uh, such kind of research trying to see, uh, the direction of causality between, uh, institutions and, uh, and values in this area. Like, just, uh, just the, just the ability of, uh, homosexuality, I think you can contact them, uh, they, uh, have database on, uh, uh, on many countries, uh, where it is prohibited, where same-sex marriages are allowed, uh, where, like, civil unions of, uh, same-sex, sex couples, uh, allowed, and so on. And, uh, so you can ask them, I am sure that they can give you some data. And, uh, Ania. Thank you, Tasha, that is, uh, a new project, and a promising one. So, we have an ambitious goal. But, uh, at the moment, I really see, uh, the problem is the definition of fundamentalism in your, uh, research. I wholeheartedly support, uh, the comments and the critique today that was expressed by Anna, by Andrea, and by our colleagues from Moscow. And, uh, it seems to me that it's just not clear what you mean by fundamentalism itself. So, is it a political movement here? So, which defines, uh, uh, the political, uh, the opinions on, on politics in the country, uh, where people will feel it? Uh, then, is it a state ideology, uh, and probably this is, uh, the aspect which explains Russia and China position on your, uh, graph. Or, is it a cross-nostological position and fundamentalism, uh, fundamentalistic, uh, beliefs, uh, of the respondents? So, how to measure them? Uh, is it possible to construct some kind of index using different, uh, uh, variables from the world or other, uh, cross-country, uh, database? So, probably, uh, you also would like, uh, or you would consider this interesting, uh, to look at the, uh, country data, maybe some data from, uh, uh, from, uh, uh, the quantity, uh, and, uh, the volumes of different, uh, religious group in the country, uh, so they, uh, their, uh, types. So, what kind of denominations can be called fundamentalists in this exact case that you use for your analysis? So, maybe it would be interesting to look at the institutional ways and at the social-cultural setting of these people who express these beliefs in, uh, when they, uh, give their answers to, uh, the questions from the questionnaires. Uh, then, uh, if, if, if you look at the fundamentalist beliefs and the personal, uh, uh, theological position, probably it also would be interesting to control for social conservatism, for dogmatism, so, some authoritarian, uh, orientations in, 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 in these people. However, I am really sure that this work should be done, uh, two ways. First, to look at the, uh, conditions of these countries and, uh, distinguish, uh, uh, both theoretically and both empirically between, uh, these political movements, uh, state ideology and personal positions. Uh, while, so, to integrate it together or to divide, I don't know how, but really, it should be very important, uh, to make, uh, these things distinct in your research, because even, uh, the title of this presentation, as it is formulated now, uh, is not puzzling, but is more confusing, I would say. And then, uh, so, what is fundamentalism? So, it just sounds like a political movement, really, to me. So, thank you for your attention. Okay, so, we don't have, uh, any questions in St. Petersburg. Any questions? Let's go. Natasha, can you respond to the questions? I will mainly say thank you for the comments, because many of them were very useful, especially, for instance, it's useful to look what, who are the fundamentalists, and how it can be described. Of course, we cannot control for everything, and we cannot, um, describe all the specific cases in the sample that we have. So, this is, uh, one of the problem that is general for cross-country researches. But, uh, we will try to take into account more the context. Regarding the puzzle, well, it's, uh, it's not so well-written, but, uh, you do see a puzzle here, because, uh, fundamentalism and religiosity, different types of religiosity can interact in different ways, and it could, uh, lead to different, uh, different, uh, different, different level of tolerance towards homosexuality. So, we will try to formulate it more better in the next presentation. And, um, also, it's, um, very important to comment about, um, religious diversity index, that, uh, because it should be somehow connected with the fundamentalism, and now, well, I see better, I see better ways of justifying it. So, thank you. Thank you very much. Thank you. What's the reason? Hmm, can I ask the carriage- gross question? Why you are the short answer? .